Тема нашего сегодняшнего эфира – «Как избавиться от стеснительности». С вами Елена Литвиненко, я преподаватель Московского театрала, и я с вами сегодня с удовольствием поговорю на эту тему. Некоторые люди небезосновательно, прямо так скажем, считают себя стеснительными. В книгах принято писать застенчивость. А вы знаете, что вообще-то по статистическим данным каждый пятый человек на планете Земля рождается интровертом. То есть человеком, зацикленным, ну скажем так, на внутренних переживаниях, которые не очень-то хорошо взаимодействуют с окружающим миром и, соответственно, социальной средой. Таким людям, как правило, трудно общаться. Я уже не говорю о том, чтобы публично выступать. Такие люди, как правило, за счет вот этого дискомфорта в общении, занижают свою самооценку. Но радостная весть в том, что психологи единогласно заявляют, я неоднократно читала во всяких публикациях, о том, что вот эта самая застенчивость, это такое качество, с которым психологи и справляются, что называется, одним щелчком пальцев. Собственно говоря, это не та проблема, над которой работают по полгода, месяцами. И вот еще одна радостная весть. Оказывается, существуют знаменитые, я бы даже сказала, великие люди, имена которых всем известны, которые в свое время были весьма и весьма застенчивы. К примеру, Михаил Юрьевич Лермонтов, наш великий русский поэт. В школе, в школьные годы он был весьма и весьма стеснителен. Его дразнили одноклассники. Что называется, ему приходилось там менять школы, университеты, потому что он краснел, он вливнел, и ему было трудно общаться. Может быть, именно поэтому он так рано состоялся творчески как поэт. Это как бы его творчество стало его способом общения с миром, общением с социумом. Этой же бедой, как говорится, страдал Николай Васильевич Гоголь и, к примеру, из композиторов Чайковский. Да, этим людям было не так просто, но тем не менее они не только нашли себя по жизни, правильно, но и внесли немалый вклад в развитие и в, скажем так, творческую копилку человечества. Поэтому, если у вас есть какие-то трудности в этом смысле, не поздно в любом возрасте начать с этим, не хочу сказать, бороться, не то слово, работать. Скорее сказать, да, работать, заниматься этим. Знаете, как говорят, где внимание, там и успех. Уделите этому внимание, поделайте некоторые упражнения, попробуйте сходить к психологу, и, возможно, вы избавитесь от этого неприятного ощущения, дискомфорта в общении с социумом достаточно быстро и, ну, не хочу сказать легко, но не так уж много приложив усилий. Что могу со своей стороны рассказать вам я? Ближе к современности, да? Еще меня очень заинтересовала история актрисы, которую зовут Руни Мара. Это наша современная актриса. Наиболее ее известная роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Может быть, кто-то смотрел этот фильм, он, конечно, не из последних. Я так думаю, он в десятых годах, скажем так, он вышел на экраны где-то тогда. Вот. Но смысл в том, что она по жизни, Руни Мара, девушка очень застенчивая. Она считает себя интровертом, и она испытывает некие, так сказать, трудности в общении. Именно поэтому ей так нравится играть роли. Почему? Потому что когда она входит, перевоплощается в какой-то персонаж, она может себе позволить такие действия и такие высказывания, которые она никогда бы себе не позволила, будучи, как говорится, в своей собственной оболочке. Это расширяет границы в ее жизни. И она говорит, когда даже стоит мне для того, чтобы пользоваться этим в жизни, стоит мне надеть какой-то новый наряд, я для себя придумываю, что сегодня я там в образе прекрасной великосветской львицы. И я уже иду, общаюсь, действую, веду себя, именно опираясь на этот образ. В принципе, каждая женщина знает, что стоит ей, как говорится, привести себя в порядок, почистить перышки, сходить к визажисту, имиджмейкеру, парикмахеру, и она чувствует себя обновленной, и сразу же у нее и плечики выпрямляются, и сразу же она чувствует себя там лучше, интереснее, красивее. И, соответственно, вот этот неприятный элемент стеснения, занижения своей самооценки, он уходит, растворяется. Поэтому актерское мастерство, я бы сказала, как никакой другой творческий путь, открывает вам вот эти вот двери перевоплощения, раздвижения границ, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, более уверенно и смело, скажем так. Кстати, давайте из собственной жизни вам еще приведу пример. Я закончила актерский факультет, естественно, что я актриса по образованию, у меня есть опыт работы и в театре, и на радио, и на телевидении, на радио больше всего, скажем так. Так вот, в возрасте 15-16 лет старшей школы я была невероятно застенчива. Я была по тем временам натуральная блондинка абсолютно. И в любой некомфортной ситуации меня заливала краска, знаете, как говорят, до корней волос. И я бледнела, краснела, немела, ну и немела. Язык, что называется, прилипал к небу. Меня это, конечно, не устраивало, прямо так скажем. Тем более, что у меня, внутри меня, есть организаторские и лидерские задатки. И как вот с этим, с этой застенчивостью их проявлять? Когда, конечно, я, что называется, была в гуще народа знакомого мне в школе, в классе, то это не играло особой роли. А вот стоило мне попасть в какую-то незнакомую, что называется, аудиторию, как вот это все и вылезало, что называется. А особенно, да, представьте себе, 15-16 лет, все эти подростковые комплексы, и ранить такого подростка, это вообще, что называется, расплюнуть, вы же понимаете. И я сама с собой работала. Я работала над собственным, вот внутренним миром, над своими ощущениями. Я себе давала задания такие. Пойти в магазин и не просто так постоять в очереди, да, а, к примеру, первой инициировать какой-то разговор. Скажем, в супермаркете вообще, оказывается, это очень хорошая площадка для того, чтобы сделать над собой легкое усилие и завести какой-то интересный разговор, потому что у вас уже есть общие интересы с теми людьми, которые рядом с вами. Они тоже пришли за продуктами. Понятно же, да? Вот, и это уже вас объединяет. То есть эти люди не совсем холодная аудитория. И, естественно, что если вы у кого-то там, у продавцов, у покупателей других спросите там, а вы уже, например, пробовали брать эту продукцию, как вам, да, там есть у вас какие-то предпочтения, естественно, человек вам ответит. Поэтому используйте такие площадки. Ну и первое, что надо запомнить, если вдруг вам дали отворот-поворот, это не значит, что с вами что-то не так. Ха-ха-ха. Вспомните в своей жизни, у вас наверняка такое бывало. К примеру, входите вы в транспорт, особенно если час пик и всегда находится какая-нибудь особа или персонаж, который чем-нибудь недовольный, начинают ворчать, распространять негативную энергию вокруг, ну и вы попадаете туда же, да? И для вас это касается. Что вы тут расселись? Зачем вы ноги выставили? Мне и так пройти негде и так далее, и так далее. Вы же понимаете, что в данном случае вы этому человеку ничего плохого не сделали. Он накрученный, что называется, негативом заранее. Где-то там еще на остановке его кто-то толкнул, и он начал себя накручивать изнутри. У него, может быть, просто болит голова. Либо у женщины там, я не знаю, стрелка на колготках. Может быть, ее с утра нервировали дети, которые плохо спали и устроили ей там скандальчик утречком, да? Вот. У нее уже внутри не все в порядке. И она как бы начинает вот этот свой негатив распространять и на других людей. Люди застенчивые, как правило, к сожалению, принимают это близко к сердцу. В то время как вам надо просто перестроить свою внутреннюю оценку этого явления. А это просто на самом деле. Если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое восприятие этой ситуации. Да просто внутренне. Пожалейте этого человека. Ему сейчас плохо. И не вы этому виной. Если вы, как говорится, это воспримите близко к сердцу, втянете голову, начнете ежиться и каким-то образом там пытаться извиняться, то поверьте, в таких случаях у агрессора всегда, ух, как у него возрастает чувство собственного достоинства. Несмотря на то, что никакого достоинства там нет, да? Воспринимайте это иначе. Проблема не у вас. Проблема у другого человека. Вот. Это самое главное. Измените восприятие ситуации. Что еще хотелось бы порекомендовать? Пробуйте перевоплощаться, как Рунимара, да? Как бы в другой образ. Это я, но у меня есть и другие грани. И я знаю, что я на самом деле... Перечислите там. Быстренько напишите список из десяти пунктов, в чем вы хороши, где вы чувствуете себя уверенно. И благодаря этому вы можете себя чувствовать комфортно в любой социальной среде. На самом деле я превосхожу по многим показателям огромное количество людей вокруг себя. И то, что я интровер, то, что я стеснительный, это моя характерная особенность, но она не должна, не может влиять на мои, так сказать, социальные контакты. И несите себя гордо, поднимайте, так сказать, начните снаружи, да? Со своих внешних проявлений. Ведь не только то, что я чувствую, я проявляю в теле, в языке тела, да? Но и наоборот. Да, да, да. Это как в эмоциях, да? Это точно так же влияет на ваше внутреннее состояние. Что, какие признаки того, что вы человек уверенный, того, что вы себя цените, того, что вы не готовы, как говорится, вот тут вот для всех, что называется, всем уступать дорогу. В теле как это проявляется? Чуть-чуть приподнимаем подбородок. Это такое упражнение, скажем так. Вот. Выпрямляем плечи. Помните, сказала, съежиться, сгорбиться, начать подтягивать под себя ноги. Это стараться уменьшиться максимально в пространстве. Вот ничего подобного. Если вы хотите, как говорится, здесь проявить себя, как альфа-самец, альфа-самка, ну, как минимум, занять достойное положение под солнцем, наоборот, займите его как можно больше. Вот. Поэтому рекомендуется стойка супергероев. Да-да-да-да-да-да-да, между прочим, кстати говоря. А вот говорят, что небезызвестный гениальный полководец Бонапарт Наполеон очень многие свои стратегические планы обдумывал именно в этой позе. Вспомните. Картинки вспомнили? Супергерой. Это тот, который там в голубых лосинах с красным плащом и со шлемом на голове. Это такой персонаж из анимационных фильмов. Он стоит, что? Уперев руки в бока, ноги на ширине плеч, подбородок слегка поднят. И, как говорится, замрите в этом положении. И в этот момент произнесите какой-то внутренний монолог о том, как вы себя любите, цените, какие у вас есть достоинства. Почему? Помните, как я сказала, список из десяти пунктов, да? Которые, благодаря которым вы достойны занимать то место, на которое вы претендуете. Не надо стараться сжаться максимально. Все как раз наоборот. Итак, поза супергероя. Стоим в этой позе не меньше двух минут и прокручиваем в голове. Свои достоинства, поверьте, да? А дальше уже и наполеоновские планы, глядишь, в эту головоньку постепенно войдут. Поиграйте в это. Поверьте, это дает хорошие плоды. Ну вот она, я перед вами, да? Была, стала, да? Что еще бы мне хотелось вам из такого, из актерского мастерства? Существует исследование по голосовым характеристикам. Как влияют на других людей тон и регистр, я бы сказала, голоса, с которым вы разговариваете. Здесь мало, так сказать, позы, да? Мало невербального сообщения. Нужны и соответственные голос и тон. К примеру, был проведен такой эксперимент. У меня даже где-то на видео есть сохраненный. Тогда одного молодого человека на железнодорожном вокзале, в крытом железнодорожном вокзале попросили провести эксперимент. Нарисовали довольно большой квадрат, там, я не знаю, 4 на 4, примерно. Вот. И просить там всех людей, проходящих мимо, в этот квадрат не наступать. Сначала говорят, говори об этом, как говорится, негромко и спросительными интонациями. И что вы думаете? Все люди плевать хотели на какой-то там квадрат, нарисованный на полу. Как бы он ни метался между людьми, все шли прямо по этому квадрату, и ничего не происходило. Потом сказали, голос усиль, но при этом у человека, говорит, пользуйся только средним и верхним регистром. Голос был такой противный, крикливый немножко, и он говорил, не заходите в мой квадрат, не заходите в мой квадрат. Вот люди вообще, что называется, крутили пальцем у виска и смотрели на него, соответственно, с видом того, что он не совсем нормальный. Но, естественно, квадрат им никакой был ни почем. И только когда он снизил голос и опустился в нижний регистр, при этом говорил не быстро и тоном человека, который имеет вес в обществе. Ну, примерно так. Не заходите в мой квадрат, смотрите, тут квадрат. То есть люди это воспринимали уже как какое-то предупреждение, какое-то сообщение, которое может иметь к ним непосредственное какое-то отношение. Почему? Они не задавали вопросы, почему. Ну, знаете, как на вокзале люди торопятся, кто-то идет с поезда, кто-то на поезд, кто-то в кассы и так далее, снуют. Вот, как правило, мало кто останавливался. Но, тем не менее, если квадрат огорожен, возможно, тут идут какие-нибудь работы. То есть это был такой голос, который притягивал к себе внимание. Внимание, не заходите на мой квадрат. Тут квадрат, обратите внимание. Возможно, это опасно. Или, возможно, это запрещено. Ну, уж там, кто что додумывал себе, но смысл в том, что только таким образом он добился того, что люди действительно начали обходить этот квадрат. Вот вам результаты эксперимента. Так что, для того, чтобы более комфортно себя чувствовать в социальной среде, чувствовать себя более смелым, уверенным, попробуйте заняться актерским мастерством. Работа с речью, с голосом – это тоже актерское мастерство. Попробуйте, соответственно, перевоплощение какое-то. Даже маленькая деталь в вашем гардеробе может вам изрядно поднять подбородок и расправить плечи. Помните про свой язык тела. Ну, и если вдруг вы перепробовали множество способов, но у вас так ничего не получилось, либо вы не были настойчивы, либо есть смысл действительно обратиться к психологу. Помните, что психологи говорят, это такой недостаток, с которым можно справиться буквально за пару психологических сессий. Ну, и я, соответственно, как преподаватель актерского мастерства, хотела бы вас пригласить на мой спецкурс «Актерское мастерство». Всего хорошего и жду вас в нашей группе.